Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Новогодние праздники все ближе становятся, и я буду продолжать создавать для вас новогодние дизайны ногтей. Также я думаю, что больше всего вы любите смотреть на то, когда приходят клиенты на коррекцию. Именно те ногти, которые уже были в видео, чтобы посмотреть, как относилось покрытие. А в видео, где мы выполняли именно эти ноготки, было очень много разногласий в комментариях. Так вот, эти ногти относились очень даже хорошо. Спустя месяц ничего не сломалось и не треснуло, в отличие от предыдущей работы другого мастера с нарушенной архитектурой. И благодаря тому, что я сделала чуть больше материала в зоне апекса, а также я убрала весь лишний материал в боках, на торце. И вот с такой схемой клиент прекрасно относился и замечательно чувствовал себя с этими ногтями. Про длину тоже было много разногласий, но клиент любит такую длину. И поэтому мы убираем настолько, насколько отросло, тем самым остаемся в той длине, с которой удобно и комфортно клиентке. Конечно же, я тоже соглашусь, потому что длина ногтей вытягивает визуально пальчики, делает ручку более изящной и почему бы не любить длинные ногти. После того, как я убрала длину фрезой, принимаюсь снимать покрытие сверху. У нас тут была камуфляжная база, она была не запланированной, и под этой базой находится обычный камуфляж полигеля. А вот в нем уже есть несколько отслойок, и на самом деле моя модель говорила, что у нее держится чуть ли не один только гель. Но для меня всегда это звучит как вызов, тем более мне столько продуктов нужно тестировать. Мои модели об этом, конечно же, знают. Поэтому прошлое покрытие, я считаю, неплохо относилось, тем более, что отслойки были только на нескольких ноготках. А чтобы не грешить на материал в носке, нужно и очень важно тщательно подготовить ногтевую пластину к покрытию. Поэтому опиливаю часть натурального ногтя пилкой, важно не спилить слои натурального ногтя, а просто поцарапать его, тем самым раскрыть чешуйки. Поэтому пилочкой проходим только раз по одному и тому же месту, делая тем самым ноготок шершавым равномерно. Следующий и очень важный шаг в подготовке к покрытию это маникюр. Нужно тщательно убрать птериги и к нему уже прицепом, конечно же, присоединяется срез кутикулы и шлифовка после него. Маникюр у нас готов! Последний шаг перед покрытием это дополнительные средства. Это обезжириватель, дегидратор, бескислотный праймер. На влажные ручки нанести лучше всего и побольше, кроме праймера. Но также есть и непроблемные ногти, которые прекрасно носятся без каких-либо элементов дополнительной подготовки ногтевопластины. Например, очень часто используют просто обезжириватель и затем сразу базу. И такое покрытие прекрасно носятся на некоторых типах ногтей. Базу также выбираем под тип ногтей. Есть у всех мастеров универсальный флакончик, который подходит большинству клиентов. А есть и дополнительные базы для проблемных ногтей. Более эластичные или более кислотные и так дальше. Я сегодня буду работать конструирующим материалом от Artex, а также их декором в дизайне. И у меня для вас есть новость по этому поводу. В МКосметик с 6 по 19 декабря при покупке товаров Artex на сумму 2000 рублей блестящий топ в подарок. Это топ, который имеет в своем составе частички слюды. А вам я советую обратить внимание на безграничное количество декора. Он очень крутой, особенно втирки хромированные. Они заполнены, во-первых, доверха и имеют микропомол. Поэтому никогда не плешивят и создают супер зеркальный эффект. У меня таких втирок несколько. Это золото, серебро, розовое и красное. Еще в МКосметик в течение 4 дней вы сможете получить скидку 100, 200 или 300 рублей. Но за подробностями вам нужно опуститься в описании к этому видео. Там нужно пройти по ссылочкам, где все расписано. А я возвращаюсь к нашим ручкам. Я решила камуфляжным гелем, джем гелем от Artex, выполнить нанесение на больших ноготках. А на остальных я выполню коррекцию акригелем. Помните, я вам говорила о том, что мне нужно тестировать свои материалы? Вот именно этим я таким образом и занимаюсь. Джем гель, кстати, красивого оттенка. Он подписан как розовый. Этот цвет выглядит на ногтях очень даже натурально. За счет того, что джем гель густой, им можно выстроить высоту, если нужно сформировать бортик. И мне такие гели желе нужны чаще всего при выкладном френче, когда создается бортик ногтевого ложа. Потому что все-таки, когда появились акригели, все наше внимание переместилось на них. Потому что ими стало легко и просто достраивать недостающие углы, донаращивать или приподнимать такие клюющие вниз ногти, как у нас в этот раз. Акригели от Artex отличаются отсутствием крупинок, видимых в составе. Это значит, что можно дизайном перекрывать, если вы работаете в аквариумной технике. Или вам просто нужно перекрыть какие-то объемные блестки или крупный декор зафиксировать. Но также этот акригель чуть липнет к кисти и стабильный он ненадолго. То есть, если оставить каплю этого материала на соседнем ногте, она будет стекать постепенно. Тем не менее, работая по одному ногтю, прекрасно получается выполнить поднятие вниз клюющего кончика. Сбоку это очень хорошо видно, насколько мне нужно его поднять. И конечно же нужно отметить то, что акригели прекрасно высыхают в любую толщину, в любой слой. Бывает такое, что немного подпекают, но вот то, что они просохнут, я уверена на 100%. После просушки материала я приступаю к капилу. На вниз растущих ногтях без него вообще не обойтись. Формировать апекс нужно в зоне ногтевого ложа, натурального ногтевого ложа. И просто так расположить его на свободном крае не будет иметь никакого смысла. Потому что весь центр тяжести будет смещен туда и до на этих ногтях короткое ногтевое ложа. Поэтому мне нужно расположить высшую точку достаточно близко к кутикуле. От этого апекс может смотреться достаточно ярко выраженным. Когда клиент имеет короткое ногтевое ложа, при этом хочет длинный свободный край, Выглядеть материал должен именно вот таким образом. Это абсолютно нормальная толщина материала для такой длины. И мне остается выпилить излишек материала снизу. Возможно это сделать только фрезой. И вот такой результат мы получаем. Толщина искусственного покрытия варьируется всегда от клиента к клиенту. Потому что всегда видно по коррекции, хватает ли толщины клиенту, можно убрать или нужно доложить. Нет единой формулы для всех. Либо использовать ее одну единственную как-то неправильно. Потому что один клиент может быть супер активным и очень много производить ковырятельных действий в быту. Тем самым та толщина, которая используется для всех или для многих, такому клиенту активному может не хватать. Либо также наоборот, человеку супер аккуратному не нужна та гора материала, которую используем многим. А у нас дальше вариант новогоднего дизайна. Он будет в спокойных тонах, ведь не все любят супер кричащие блестки, фейерверки на ногтях или зелено-красные сочетания в этот период. Вот и сегодня у нас новогодний маникюр будет в основе с розовым цветом. Это кстати розовый гель-лак номер 352 от Artex. Дальше нам нужно нанести белый для контраста. Безымянный покроем мы хромированной втиркой, тоже розовой. Тираю ее на просушенный топ без липкости. Сушить топ нужно 30 секунд. Если пересушить ее сильно, никакая втирка не вотрется. Втирку я сразу же перекрываю топом. Всегда это делаю двумя слоями топа без липкости. И все прекрасно носится. Покрываю второй слой основного цвета и на белом рисую пингвинчика. Все зверушки, которые имеют отношение к зиме, да и те, которые не имеют, но просто мило выглядят, попадают на ногти клиентов. Это не мое личное пожелание, какая-то просто всеобщая ассоциация зверушек с новым годом идет. Пингвин у меня контурный, самый простой, без светотеней. Он не будет выглядеть как живой, но тем не менее он просто выполняется. После просушки контура мешаю втирку с топом и заполняю этим клювик, сапожки и звезду. Не считаю нужным тратить время на нанесение таких мельчайших деталей именно в стиле втирки. Поэтому я просто смешала ее с топом и наношу таким вот замесом. Тоже все очень здорово блестит. На втирке, которая на безымянном ноготке, сделаем снежинку, которая уже не будет покрываться топом. Поэтому я рисую ее гель краской и в завершении посыплю микроблеском в перемешку с акриловой пудрой. Количество мелких деталей можно добавлять или убавлять все это по желанию. А у нас получился вот такой очень милый новогодний маникюр. Такой себе праздник в розовом цвете. Если вам понравилось, жмите палец вверх. Мне будет очень приятно, а я всем желаю творческих успехов, новогоднего настроения и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока!